Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 сентября 2023 года, и я продолжаю знакомство с новыми книгами нашей замечательной жившей поэзии. Вот уже есть живая книга, которая называется «Лариса Рубальская во жившей поэзии. Композиции, романсы на стихе Ларисы Рубальской». Вот её обложка, и мы сейчас пройдёмся по страницам этой замечательной книги. Вот вы видите обложку, теперь давайте перейдём на третью страницу. Там должна быть аннотация. Вот аннотация к этой книге. Ларисы Рубальской во жившей поэзии. Поющая книга Ларисы Рубальской во жившей поэзии – это стихи, композиции, романсы, поэтессы, каждая из которых отображается в виде клипа. Музыка исполнения Самуэла Фрумовича. В каждой композиции есть прямая ссылка, нажав на которую, вы попадаете на клип Ютуба и наблюдаете, как звучат стихи, которые вы читаете в нашей книге. Многие композиции, романсы, концерты из произведений на стихи Ларисы Рубальской стали настоящими шедеврами нашей замечательной, ожившей поэзии. Теперь я вам расскажу о структуре книги. Обычная у нас структура такая. Сначала из обзора произведений на стихи Ларисы Рубальской, где, вот раздел первый, где у нас по пять композиций будут концерты как бы. Затем идут концерты, ожившей поэзии с композицией на стихи Ларисы Рубальской. Здесь и другие авторы, концерты, где есть участие Ларисы Рубальской. И далее идет, пожалуй, главный раздел композиции на стихи Рубальской в этом разделе. Вот это второй раздел и третий раздел композиции на стихи Ларисы Рубальской. В этом разделе каждая композиция дается вместе со стихами Ларисы Рубальской. Но так как у меня нет разрешения Ларисы Рубальской на публикацию, поэтому стихи даются в виде ссылок, нажав на которые вы знакомитесь с текстами Рубальской, не на нашей странице. Но практически это все равно. Самое главное, что каждое произведение имеет свою ссылку, и вы отдельно можете послушать все, ну не все, у нас есть еще композиции, но те композиции, которые в книге, вы можете послушать отдельно и посмотреть ролики этой замечательной, на стихи этой замечательной поэтессы. Итак, возвращаемся в раздел первый. И давайте я возьму это выборочно восьмую страничку и посмотрим, какие композиции здесь есть. В этом обзоре, в этом обзоре, такие композиции. Не хочу я стареть, любая женщина-колдунья, я сама себя нашла. А вот это тайм-коды. Но они здесь не действуют, они действуют только внутри Ютуба. Туда, куда мы отправимся сейчас, нажав на вот эту ссылку. И послушаем композиции на стихи этой, я считаю, великой поэтессы нашего времени. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 4 июня 2020 года. И я продолжаю наш новый цикл, пять композиций. Давайте здесь приостановим и спустимся чуть ниже, чтобы выбрать, какие композиции мы хотим с вами послушать. Вот можно нажать либо вот здесь ещё, либо в первом закреплённом комментарии нажать читать дальше, чуть-чуть опуститься ниже и выбрать произведение. Давайте возьмём сразу. Не хочу я стареть. 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 Говорят, что отлично я выгляжу, мне такое ещё по плечу. Что всякая июня выдержит, я такое придумать смогу, Что другие мне просто завидят. Не хочу я стареть. Не хочу я стареть. Не хочу я стареть. Не хочу я стареть. Я стараюсь, чтобы я стараются на жизнь. HBO Apa That quNO CD Not Тремощь, подумаешь, труба растет, Блазь юный, красавица душа, Следующая композиция «Любая женщина колдунья». «Любая женщина колдунья» Создание ангела из тьмы Творится глядь, я поцелуй, Пленяя часть мужской души И тайны каждая объята И покоряет блеском глаз И покоряет блеском глаз Следующая композиция «Я сама себя нашла» «Я сама себя нашла» «Я сама себя важна» «Я сама себя открыла» «Я сама себя нужна» «Я сама собой дружу» «Я себе себя пишу» «Я себе благо слова» «Больше в жизни не скажу» «Я сама себя люблю» «Я сама себя люблю» «Я себе не накруглю» «Потому что уважение» «Я себя самой коплю» «Без любимый, без меня» «Не могу прожить и дня» «Я с собой не разлучен» «Я родичка моя» «Я с собой поговорю» «Потому что божью» «Если в чем-то сомневаюсь» «То уверенность селю» «Я могу с тобой болтать» «Соторая бабочка бархата» «К сожалению, я должен сокращаться» «Возвращаемся к книге» Возвращаемся к книге, посмотрим другие циклы. У нас много таких циклов, по 5 произведений. Давайте возьмём 10-ю страничку, допустим. Посмотрим, что здесь есть сначала. Жизнь такая штука, моя душа настроена на осень. Как раз, видите, моя офицерская жена. Короче говоря, давайте нажмём на ссылочку. И здесь мы можем выбрать конкретно, какое мы хотим произвести. Давайте сначала приглушим звук. Так, и найдём произведение, которое мы хотим выбрать. Вот так вы и научитесь быстро просматривать наши композиции. Видите, вот здесь. Ну давайте, вот сейчас осень, поэтому давайте послушаем, послушаем, связанную с осенью. Вот моя душа настроена на осень. Давайте послушаем это произведение. Композиция называется Моя душа настроена на осень. Музыка исполнила слова. Помоги счастлива, ожидающая поэту. Музыка исполнила слова. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вернемся к книге и посмотрим, тут еще замечательный есть, давайте вернемся Вот я хочу в Полуденном саду, замечательное произведение, здесь, кстати, хороший концерт, обзор, давайте вернемся и послушаем в Полуденном саду Я очень люблю эту композицию и в виде исключения мы сейчас вернемся, вернемся и послушаем композицию, которая называется «Полуденном саду» Немножечко, к сожалению, я должен все сокращать, ибо это обзор, мы еще вернемся, еще будем, будут у нас Иисус, потом, на самом деле замечательное произведение с Ларисой Рубанской, в Полуденном саду музыка исполнена самая лакомоничная, и здесь, наверное, без цепла вашей шепоте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вернёмся к книге и давайте ещё в этом разделе ещё выберем, допустим, на 14-й через две страницы, выберем ещё композиции. Вот, тоже с осенью связано. Видите, это из концерта. Из концерта давайте я хочу здесь показать не только сочинения нашей героини, но и некоторые композиции из концерта. Давайте в виде исключения послушаем «Это осень». Замечательное произведение нашей ожившей поэзии. Хотя это не музыка здесь Геннадия Гладкова, в отличие от всех, но я очень люблю эту песню. Давайте её послушаем. Немножко. ...которые я не назову сейчас это замечательное... А потом? ...это осень, это осень. Мастикник Владимира Лугового, музыки Геннадия Гладкова, композиция называется «Это осень» с цикла «Любивные песни» о жившей поэзии в виде из интернета, исполнение Самуила Франовича. ПЕСНЯ 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 Музыка исполнилась в ромоне, в субъезде из интернета и сцепла, жившая в горизонте. Опять в саду болею горлости, Как подобает сен седрю ты был моим ядрогим гостем, Моя судьба плавителю. Мога гроба не свободны, Могами никого винить, Не свистала нас на годы, Судьбу запутан на пьяни. Студанёвый, дочень нашей, Не совсем не сраздаши, Хватит глаза, глядя серьезней, Улыбки пусть и смерть, Студанёвый, дочень нашей, Лет, дочень нашей, Велика была, Велика была, Велика была, Велика была, Велика была, Город, Велика была, Велика была, Велика была, Велика была, Все сегодня мы с тобой.